Динамо отдалело Днепр-1 в центральном матче тура УПЛ. Минимальной победой киевского Динамо завершилась встреча с Днепром-1 в 17-м туре Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на результат поединка. Украина, Премьер-лига, 17-й тур. Днепр-1 Динамо 0-1. Гол, Буяльский, 41. Удаление, Буяльский, 90 плюс 7. В первые минуты острее выглядели спортклубовцы. В частности Адамюк, не смог замкнуть перспективный навес Пихоленко, а выпад Довбика своевременным выходом из ворот, ликвидировал не щерет. Белосиние ответили моментом Кабаева, который обыграл двух оппонентов, и не точно пробил с дистанции. В середине первой половины Днепровцы прижали Динамо, к своим воротам. Однако с действительно опасными случаями не сложилось. Тот же Айнер не смог сыграть на добивании после удара Пихоленко, а Педлепенца с опасной позиции оттеснил Вивчаренко. А на 41-й минуте столичная команда повела в счете. Проблемы для Днепра 1 неудачной поперечной передачи организовал Айнер. Мяч перехватил Буяльский, и с линии штрафной, технично уложил в дальний нижний угол. На старте второго тайма, напомнил о себе зимний новичок спортклубовцев Пеглоу. Бразилец с близкого расстояния пробил низом, в руки вратарю. Динамо ответило выпадом Ваната, выход которого на оперативное пространство, ликвидировал киперхозяев Рыбак. Впоследствии динамовцы упустили еще две возможности забить. Юный Царенко ворвался в штрафную зону Днепровцев, и пробил в ближний Кипер парировал. А затем удар Ваната пяткой заблокировали защитники. В финальные же минуты Динамо было ближе, ко второму голу, чем Днепр один к ничьей. Спас спортклубовцев Рыбак, парировавший выстрел в упор после острой передачи Ланвейка. В конце концов хозяева минимально уступили. Благодаря сверхважной победе Динамо, вернулась в список претендентов на титул. Теперь белосиние набрали 34 очка. Спортклубовцы имеют на два большие матч в запасе. В лидеры по итогам тура может выйти Шахтер, если не проиграет Кривбасу на выезде. К слову Украина, сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.